Жители Заокского сельского поселения готовятся к паводкам каждый год. И хоть крупных катастроф не происходило уже пять лет, в памяти сельчан до сих пор всплывают события 2013 года. Тогда жители Коростова были буквально отрезаны от большой земли. Теперь же к подобного рода событиям люди готовятся заранее. В поселении все начинается с постановления главы администрации. Мы выверяем все списки. Списки тех домов и тех жителей, которые могут в случае уровня воды 4,5 метра в реке Оке могут быть подтоплены. Это по селам и по Заокскому, и по Коростову. Списки людей, которые преклонны возраст. Списки рожениц, потому что их нужно обязательно, если вода будет большая, их эвакуируют в Рязань. Готовятся и магазины, и почтовые службы. В половоде Заокска и Коростова превращаются в два маленьких островка, на которых суммарно живет чуть больше двух тысяч человек. Остальных эвакуируют силами МЧС. МЧС нам, конечно, очень хорошо помогает, потому что вот, если, например, раньше это ни для кого не секрет, что людей от катера до окольца Заокского перевозили на тракторных телегах. Такое было. А с 2012 года этого не стало. Потому что здесь нам помогал ГИМС, а в 2013 году 996-й спасательный центр. Здесь была амфибия ПТС. Мы ее называли танком, который перевозил людей. На этом небольшом поле помещается техника практически всех экстренных служб, которые помогают в подготовке и ликвидации половодья. Это новые образцы техники, которые наиболее, значит, у них емкости до 6 тонн, плюс пожарно-техническое оборудование, которое позволяет не только тушить пожары, но и оказывать помощь людям в медицинской, по вопросам медицины. В пятницу 26 января в пойму Аки прилетел глава МЧС Владимир Пучков в рамках рабочей поездки во Владимирскую и Рязанскую область. В селе Коростово были выставлены многие образцы техники, которую используют экстренные службы при половодье. Присутствовали и представители почтовых и газовых служб. Готовы сейчас ввещение половодья. Мы с вами прекрасно знаем, где будут подтоплены территории, низководные мосты. Готовы к стабильной доставке всей корреспонденции. Также на выставке техники были представлены и квадрокоптеры для постоянного мониторинга за ситуацией с половодьем. Магазины села Коростово также готовятся к весеннему половодью заранее. Они уже закупили и произвели все необходимые продукты. Глава МЧС Владимир Пучков вручил сотрудникам регионального МЧС ключи от трех пожарных машин и двух квадроциклов, а также сертификаты на два беспилотника. Последние будут использоваться для поиска людей и осмотра водоемов. Владимир Пучков также вручил десяти рязанским сотрудникам медали за предупреждение пожаров, за пропаганду спасательного дела и за содружество во имя спасения. Министр отметил, что прошедший 2017 год экстренные службы Рязанской области закончили с очень высокими показателями. Губернатор Рязанской области поблагодарил главу МЧС за регулярные визиты в регионы и своевременную помощь. «Самое главное, чтобы мы в любой ситуации, несмотря ни на какие прогнозы, которые дает Росгидромет, сегодня там они ровные, какие-то среднегодовые и так далее, мы были готовы всегда к худшему. Самое главное, потому что потом устранять последствия, это, во-первых, проблемы очень большие для людей, угроза их жизни и здоровью, да и, собственно говоря, финансовые большие затраты». Владимир Пучков в свою очередь отметил, что важно провести работу со всеми группами населения, особенно с пенсионерами и школьниками. У учеников в период половодия начинаются каникулы, и нужно всячески предостеречь их от выхода на лед. Также министр заявил, что это не единственная помощь, которую окажут Рязанскому региону в этом году. «Рязанскую область в реагирующее подразделение в 2018 году дополнительно будет поставлена пожарная техника, вся линейка, спасательная техника, вся линейка, и, конечно, мы планируем дополнительно поставить сюда квадроциклы и всю мобильную составляющую, новая экипировка, оснащение, водолазное оборудование на небольшие глубины, которые есть в Рязанской области, и новая форма одежды». Высокая оценка готовности экстренных служб Рязани к половодию, которую поставил министр МЧС Владимир Пучков, позволяет с уверенностью заявить, что поводок в этом году не обернется глобальными катастрофами. Но, как заявил Николай Любимов, надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».